Упс! Во-первых, используют одни и те же слова. Автор очень часто одни и теми же словами с нами общается. Поэтому мы очень много слов выучиваем, несмотря на то, что мы их не зубрим. В конце таких книг обычно есть словарная работа. Слова, которые вам в течение книги встречались, еще и упражнения. Про героев, про какие-нибудь там слова, где они вам встречались, скажите, назовите и тому подобное. Смотрите свой уровень. Там elementary, pre-intermediate. Качайте себе книжку, очень много ресурсов сейчас бесплатных. И все, и пожалуйста, вперед. Окей. Also videos with subtitles. Of course. Very important. Very nice. To watch videos, even short ones with subtitles. Если есть такая возможность, даже короткие видео смотрите с субтитрами. Есть видео специально для изучающих английских язык. На ютубе очень много. Зайдите, введите там. Изучаю английский язык. Введите на английском языке. Очень много вам дадут. Окей. So, these are all the tips for you. And also, very nice thing is karaoke songs. So, of course, karaoke songs, or maybe just listening to the song and reading the text. То, о чем мы уже с вами говорили. Песни. Либо в караоке, либо когда у нас песня какая-то играет, пожалуйста, найдите себе текст, просто почитайте его. Сейчас еще и прекрасные сайты, где они нам текст пишут с двух сторон, да? С одной стороны английский, с другой стороны перевод. Вот. Поэтому просматривайте. Вы будете слышать какие-то определенные слова, вы их уже для себя будете улавливать. Вот. Продолжение следует.